Здравствуйте, друзья! Вы на канале Планета Excel, и с вами снова я, Николай Павлов, тренер и консультант по Microsoft Office и MVP по Excel, автор проекта PlanetaExcel.ru, надстройки Plex, кучей полезных макросов и нескольких книг и онлайн-курсов по этой теме. Почти на каждом тренинге по Power Query, когда мы доходим до способов обновления созданных запросов, и люди видят, как новые данные заменяют при обновлении старые, меня кто-нибудь обязательно из слушателей спрашивает, а можно сделать так, чтобы при обновлении старые данные тоже где-нибудь сохранялись? И таким образом стало видно всю историю этих самых обновлений. Мысль не новая, и стандартным ответом на нее будет нет. Power Query по умолчанию все-таки настроен именно на замену старых данных новыми, что, кстати, и требуется в абсолютном большинстве случаев. Однако, если очень хочется видеть историю обновлений, то можно обойти это ограничение. Причем способ, как вы дальше увидите, весьма и весьма несложный. Рассмотрим следующий простой пример. Предположим, что в качестве исходных данных у нас имеется вот такой вот файл от клиента, я назвал его, смотрите, «Источник» со списком товаров в виде умной динамической таблицы, которой, в свою очередь, на вкладке «Конструктор таблиц» я дал имя «Заявка». Предполагается, что в будущем наш клиент может вносить какие-то правки и изменения в эту заявку, менять товары, которые входят в ее состав или их количество, и нам хотелось бы отслеживать всю историю этих изменений. Я создал новый отдельный файл и назвал его, смотрите, «Приемник». И в этом файле мы с вами сейчас создадим простой запрос для импорта таблицы с товарами из источника. Сделать это очень несложно. На вкладке «Данные» совершенно стандартным образом выберем команду «Получить данные из файла из книги». В открывшемся окне выберем «Файл источник» и нажмем на кнопку «Импорт». Следующим окошком будет окно навигатора, в котором мы увидим все умные таблицы, именованные диапазоны, области печати и листы, которые есть в файле «Источник». Нам нужна, если помните, умная таблица «Заявка». Выбираем ее и жмем на кнопку «Преобразовать данные». Поверх окна Microsoft Excel открывается окошко редактора запросов Power Query, куда и загружается наша таблица. Можно, конечно, оставить ее в том виде, как есть, но я бы предложил сюда добавить еще один столбец с текущей датой и временем, чтобы в будущем при обновлении данных и сохранении истории мы с вами понимали, какая строчка в нашем запросе в какой момент изменилась. Идем на вкладку «Добавление столбца» и используем кнопку «Настраиваемый столбец». В открывшееся окно введем имя нового столбца. А в качестве формулы используем специальную функцию, встроенного в Power Query языка M. DateTimeLocalNow. По сути, эта функция является аналогом Excel функции TData, текущая дата или now в английской версии, и просто возвращает нам текущую дату и время. Аргументов у нее нет, поэтому скобки после названия функции оставляем пустыми. Жмем на ОК. Получаем, как мы и хотели, столбец с текущей датой и временем, но и не забываем в шапке столбца при помощи выпадающего списка подобрать для этого столбца правильный формат данных, в данном случае дату и время. Осталось выгрузить наши данные обратно в Excel. Для этого на главной вкладке выбираем команду «Закрыть и загрузить», «Закрыть и загрузить в». И дальше зададим выгрузку в виде обычной динамической умной таблицы, ну, например, на имеющийся лист, начиная с ячейки А1. Обратите внимание, что в столбце «Дата обновления» Excel по умолчанию не показывает секунды, хотя физически они там сохраняются. Если хочется их увидеть, то столбец лучше выделить, и, открыв окно «Формат ячейки», проще всего это сделать, нажав на сочетание клавиш «Контрол-1», добавить к текущему формату после минут двоеточия и две русских буквы «С» на секунды. Давайте проверим, как у нас работает обновление. Вернусь в исходный файл «Источник». Что-нибудь в нем поменяем. Не забудем сохранить изменения. И, вернувшись обратно в файл «Приемник», выполним обновление. На вкладке «Данные» кнопка «Обновить все». И, как видите, изменения из источника у нас прилетают сюда и заменяют старые значения. Пока все привычно, стандартно и понятно, я надеюсь. Теперь самое интересное. Создадим еще один запрос, который будет играть роль буфера, сохраняющего старые данные перед обновлением. Для этого, выделив любую ячейку в нашей результирующей таблице, выберем на вкладке «Данные» команду «Из таблицы диапазона». В последних версиях Microsoft Office ее переименовали и назвали «С листа». С этой повторно загруженной в Power Query таблицей ничего сейчас не делаем. Назовем этот запрос, давайте, допустим, «Старые данные» и выберем на главной «Закрыть-загрузить» «В». А в окне импорта данных вариант «Только создать подключение». То есть обратно из Query ничего возвращать не будем. Жмем на «Ок». Теперь давайте состыкуем старые и новые данные. Для этого возвращаемся в наш первоначальный запрос «Заявка» и подклеим к нему снизу старые данные из предыдущего буферного запроса. Для этого на главной вкладке в группе «Объединить» выберем команду «Добавить запросы». Выберем в качестве добавляемой таблицы «Старые данные» и нажмем на «Ок». Вот, собственно, и все. Осталось нажать на «Закрыть» и «Загрузить», чтобы вернуться в Excel. И попробовать обновить пару раз всю эту нашу конструкцию. Смотрите, жмем на «Обновить все». Обновить все. И, как видите, при каждом обновлении новые данные теперь не заменяют старые, а выталкивают их ниже, сохраняя всю историю обновлений. Теперь, если наш клиент изменит исходную заявку, давайте с вами это сымитируем. А затем сохранит внесенные изменения, то нам останется лишь вернуться в файл-приемник и просто обновить все наши запросы. Новые данные добавятся к общей истории изменений. Подобный трюк можно использовать при импорте из любых внешних источников. Сайтов в интернете, баз данных, внешних файлов и тому подобное. Чтобы сохранять старые значения для истории, если она вам так нужна. Как обычно, в описании под этим видео вы найдете ссылку на текстовый вариант этого материала и файлы с примерами, которые можно скачать и попробовать повторить все показанное самостоятельно. Пробуйте, внедряйте и экономьте силы и время. Ведь когда знаешь, все просто. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова